всем привет гараж 28 сегодня будем менять помпу водяного насоса на моей машине и что да и так у меня сейчас пробег почти 47000 купил я машину очень давно и на ней был пробег 40 с чем-то тысяч типа 41 42 я второй раз меняю помпу то есть предыдущая помпа не проходила наверное 5000 так точно и так все работы нужно делать на холодном двигателе у меня сейчас 70 градусов пока я вам все показываю рассказываю температура как раз упадет до 60 градусов и водой или антифризом тосолом уже руки не обжечь и так помпа то есть крышка помпы вот эта часть это крышка это корпус насоса это шкив ремня привода помпы генератора и от коленвала идет вращающий момент предыдущий раз я менял помпу из-за того что сильно свистел подшипник и он когда я снял очень туго крутился то есть подшипнику пришел пипец в этот раз помпа ведет себя тихо но у меня везде вот так по полностью по горизонту вращения ремня разбросана охлаждающая жидкость то есть там на раме здесь по крылу здесь по гофре по шлангу там по аккумулятору полоса идет видно да и везде плюс даже на капоте прорисовывается вот эта вся линия это все разбрасывается охлаждающая жидкость я очень долго не мог понять откуда она берется но если присмотреться внутри нифига не видно внутри там течет сальник и здесь она подтекает сфокусируйся и и разбрасывает сейчас двигатель горячий соответственно она все-таки успевает испаряться плюс на вращающем моменте и очень быстро раскидывает и даже не расслабляя ремень заметно что подшипнику этому тоже пипец наверное слышно и видно что болтается шкив что нам нужно сделать сначала слить охлаждающую жидкость для этого надо будет отсоединить отсюда шланг и с него слить с расширительного бачка сначала охлаждающая жидкость но у меня он уже пустой потому что она убегает наклонить его вниз слить все с радиатора далее по левой стороне двигателя вот здесь у нас находится болт на 13 вот он на десять часов от датчика температуры ой от датчика давления масла и он у нас так на 13 довольно неудобно расположен а я для простоты работы так скажем отключу провода датчика масла датчика температуры и сниму провода зажигания потому что у меня тасол я постараюсь хоть немножко тасола все-таки спасти потому что у меня его немного в запасе есть в магазин за новым бежать не охота но если вы ездите на воде без задней мысли можете просто сливать все на землю я думаю с водой у вас проблем нету так сегодня довольно ветрено далее здесь у нас натяжение ремня у нас производится генератором то есть здесь мы расслабляем гайку на 17 сдвигаем генератор ближе к двигателю ремень у нас ослабнет и его можно будет уже скинуть дальше мы ключами на 13 снимаем сам шкив скидываем его потом вот эту скобу натяжения тоже ключом на 17 гайку скручиваем ее можно просто отодвинуть в сторону и ключами на 13 расслабляем четыре болта крепления крышки помпы напоминаю жидкость должна быть слита потому что отсюда потечет вода ну или тасов потом берем новую крышку помпы ставим и собираем все в обратном порядке по новой помпе купил только что у нас в автолэнде вот такую за 900 рублей нихреново она так стоит конечно да крышка помпы 2101 2107 фенокс 900 рублей на понял не фокусируется вот так выглядит новая помпа так три болта и четыре болта плюс шпилька под планку генератора вращается и даже новая видно что уже подзакисло мимо канистра пролетала ладно мы это тоже почистим там под там у нас пружина лифтов никаких нету надеюсь хоть она походит подольше все таки фенокс хотя я не знаю что стоит у меня сейчас там так и в комплекте обязательно должна быть прокладочка если ее нет то и придется докупать но по идее на они всегда должны быть еще в комплекте была какая-то типа инструкция насоса водяной этикетка фенокс ну и раз дело пошло с прокладками и с охлаждением то самый дешевый гермитос взял герметик феликс кот феликс и так снял шланг расширительного бачка уже сливать сюда тассол здесь выкрутил болт ох темно не видно да выкрутил здесь заглушку и слил остатки тассола с двигателя ну как остатки здесь основная здесь был основной объем охлаждающей жидкости а так как места мало я туда поставил вот такую банку обрезанную само собой ее не хватило само собой температура охлаждающей жидкости очень высокая я обжегся заткнул пальцем дыру а болт у меня колея шпарился улетел само собой туда и просто я слил остатки уже на землю ну и учитывая какая жидкость здесь ржавая вся я уже на ходу так скажем принял решение что я не буду ее заливать я сейчас полностью после замены помпы несколько раз сменю воду на двигателе то есть прогоню и до осени доезжу просто на воде а потом солью воду уже и снова залью нам на зиму тассол ну в общем охлаждающая жидкость слита все нюансы рассказал да несмотря на то что там показывала ощущение что я попал под кипяток реально очень горячая сейчас уже не испаряется но охлаждающая жидкость была очень горячая рука не терпит так скажем болевой порог превышен сейчас можно обратно заглушку поставить то есть мы слили всю жидкость в помпе все равно немножко жидкости будет само собой и шланг тоже возвращаем обратно переходим на правую сторону двигателя так сейчас уже расслабил гайку натяжителя и сам натяжитель скобу натяжения открутил от помпы и генератор при этом не ослабевает потому что нижняя ось довольно сильно затянута для этого можно генератор попробовать или ближе к двигателю двинуть или за ремень потянуть со стороны аккумулятора его ремень должен протянуть к двигателю если не получается аккуратно монтажку ставить относительно рамы двигателя кузова и монтажкой отогнуть далее сдергиваем ремешок в принципе даже достаточно немножко расслабить ремень и уже откручивать сам шкив помпы ключ на 13 все шкив снят так шкив снят ремень убираем чтоб не мешался дальше откручиваем 4 гайки на 13 так прикрутил обратно шкив чисто для понимания проблем довольно сильно шумит и слышно добря как внутри вот так присмотреться за крыльчаткой относительно крышки насколько она сильно ходит люфт просто бешеный вот кстати опять начинает подтекать из сальника так ладно готовим новую крышку снимаем отсюда обратно шкив и так новая помпа уже подготовлена герметиком промазал посадочное место поставил прокладку снаружи прокладку тоже промазал обратите внимание несимметричное отверстие прокладка только в одном из четырех положений встает правильно все собираем все в обратной последовательности салон 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 Итак, вентилятор отрабатывает, отключился. В общем, замена помпы закончена. Также между делом менял прокладку под клапанной крышкой и сейчас расскажу прикол. Обдавил надпись Garage 28. Прикол в том, что вот это новая прокладка. Я ее купил. Почекал посмотреть, сколько она там стоит. Она стоит ровно 100 рублей. И вот такое говно продали. То есть, после первой установки на герметик у меня масло потекло здесь, в районе трамблера. Я испугался, само собой. Тут заглушил двигатель, вскрыл опять крышку, вытер на сухо полностью прокладку, поставил обратно и второй раз у меня потекло здесь, в районе впускного коллектора масла. Когда второй раз вытащил, уже заметил вот эту трещину. Она просто лопается. Вот, все. Это у нас резина. Я специально взял резину, думал, что с ней будет понадежней, потому что у меня стоит пеньковая прокладка и она тихонечко, но сочится. Надеялся решить проблему с постоянным подмоканием двигателя, но она не решилась. Придется заново потом покупать прокладку и менять. Просто обратить внимание, чтобы она была не такая иссохшаяся. Помпа полностью заменена. Все видео показал, все нюансы рассказал. Самое главное, после первого пуска двигателя, после слива охлаждающей жидкости, температура сразу при прогреве уходит за 100 градусов, грубо говоря. Прибор, показывающий температуру, просто заваливается из-за того, что вот здесь у нас остается воздушная подушка, пробка. И как только температура заваливает за норму, нужно заглушить двигатель, долить охлаждающей жидкости, подождать, чтобы он остыл и опять включить. Несколько раз, когда она прогревается, здесь шланг начинает греться, то есть пробка уходит. Именно воздух мешает термостату нормально сразу сработать. И такая проблема, кстати, с воздушной пробкой не только на жигулевских движках, у меня и на москвиче такая же фигня. Сейчас все полностью собрано, то есть я снимал и зажигание, и менял прокладку под крышкой клапанной. То есть за кадром я порядочной работы провел. Пару шпилек сорвал карбюраторы, это как в порядке вещей, короче. Видео у нас посвящалось замене помпы. В принципе, все по помпе рассказал. Надеюсь, был кому-нибудь полезен. Кому понравилось видео, обязательно поставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, на лайв-канал, на инстаграм, вступайте в нашу группу вконтакте. Также гараж 28 теперь есть в тиктоке. Ссылочка на тикток будет в описании к видеоролику. Ну и, наверное, на главной странице канала тоже будет размещена. Все, всем удачи, всем всего самого наилучшего. Как всегда, спасибо за просмотр, спасибо, что остаетесь с нами. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok